Здравствуйте! Мы по-прежнему вещаем из дома. На связи с вами Джамиля Шарипова. Глава Хасаверта Зайнудзин Акмазов проверил соблюдение горожанами режима самоизоляции в вечернее время. Как было отмечено, нарушения допускаются всеми возрастными группами. Прогулки по городу не были вызваны крайней необходимостью. Глава отметил, что это может стать причиной недавно введенных штрафов, которые варьируются от сотни до десятков тысяч рублей. Колл-центр Минтруда Республики посетил депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев. Центр работает с 9 апреля, чтобы давать консультации населению. Ежедневно на горячую линию поступают свыше тысячи обращений граждан. Здесь же составляются списки нуждающихся в помощи в виде продуктов питания. Сотрудники колл-центра ведут работу и в выходные дни. Как работает? Много звонков? Очень много. А в основном? О чем? Безбранжопица и поскольку. А, то есть не вовремя и выдают? Гаджимет Сафаралиев отметил, что ведомством в этом плане проведена очень нужная и своевременная работа. Отдельные слова благодарности он выразил в адрес работников колл-центра, которые, как он считает, выступают еще и в роли психологов. На дагестанских заводах будут изготавливать кислородные койки и аппараты ИВЛ. Об этом в интервью федеральному каналу рассказал глава региона Владимир Васильев. Так, Кизлярский электромеханический завод будет производить аппараты искусственной вентиляции легких, а завод Дагдизель уже приступил к монтажу кислородных коек. Также глава Дагестана отметил, что ситуация, сложившаяся в настоящее время в республике, открыла новые ресурсные возможности для региона. По его словам, процесс наращивания коечного фонда в республике сегодня идет быстрыми темпами. При этом не только готовятся койки, но и обучаются специалисты. Рост числа заболевших COVID-19 не останавливается, и за последние сутки, по данным Оперштаба, уже зафиксировано 44 новых случая. Общее число заболевших составило 257, в их числе 25 детей. В настоящее время в реанимацию Центра инфекционных болезней переведены 13 человек. Несколько пациенток находятся в реанимации госпиталя для беременных женщин. На сегодняшний день болезнь унесла жизни 9 человек. В связи с резким ростом заболеваемости, Минздрав призывает не игнорировать правила самоизоляции, стараться не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать основные меры профилактики заболевания. На борьбу с новым вирусом Дагестан получит 842 миллиона рублей. Указ об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, деньги выделены для оказания медицинской помощи больным с коронавирусом, в том числе на оснащение коечного фонда. Отметим, общая сумма, выделенная правительством для региона СКФО, составила почти 3 миллиарда рублей. Самые большие суммы направят в Ставропольский край и Дагестан. Срок действия истекающих водительских прав и паспортов будет продлен. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому документы, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля, признаются действительными. Россияне же, достигшие в этот период 14 лет и не получившие паспорта, смогут пользоваться свидетельством о рождении или загранпаспортом. Жительница Дагестана завысила свой возраст на 10 лет для получения пенсии. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 51-летней жительницы Левашинского района. Ее обвиняют в мошенничестве. Установлено, что в 2015 году обвиняемая незаконно получила подложные документы, паспорт гражданина РФ, в котором ее возраст был завышен, а также снился и справку управляющей компании о том, что она со своими детьми проживает в городе Махачкала. По данным источника, на основании подложных документов обвиняемая незаконно получила пенсию на сумму около 500 тысяч рублей. Это была последняя информация в этом выпуске. Берегите себя. Всего доброго. До свидания.